Ну что ж, пора бы уже за гайдики взяться. Так, выпала мне Могинис. Я хотел сразу на трех героев делать. Так, давайте сразу. По поводу героя. Четыре способности у него есть. Первая турель. Ставим турель, куда она следяет. Вторая способность Хилка. Неплохое начало гайда. Хилка ставится на землю. Третья способность Стенка. Четвертая способность Ульта наша. Стенка перед собой ставится. Ульта Расстрел. Все апается с магией. Переспособности апают урон. Точнее, магия апает только урон этому герою. И только второму спеллу длительность способности. Так, стою линию против Ямато. Качаю второй спелл, потому что второй спелл мне больше нравится. Обычно играю через физу на этом герое. Поэтому качаю именно второй спелл. Потому что он на линии довольно приятный. Так, стою против Ямато. Пофигу абсолютно. У меня есть такая же приятная вещь, как Хилка. Вообще, линию я должен давить, на самом-то деле. Так, у Хилки апается за счет магии длительность и область действия. Чем больше у меня магии собрано, физической силы, тем дольше длится Хилка. То есть, естественно, лучше. Вообще, я зря вкачал сейчас Хилку именно. Мне нужно было вкачивать эту турельку дополнительную. Дополнительную, чтобы было проще ставить линию. Так, обычно играю через лайфстилы. Но попробую в этой игре через барьеры. Не люблю играть через магию. У магии есть один небольшой минус. Он не очень полезный по началу игры. А я играю так, что я давлю линию обычно. Кстати, почему-то я не давлю сейчас линию. Ну, сейчас задавим, окей. Не проблема задавить линию. Так, турельку поставил еще одну. Даем крипов. Ямате будет неприятно стоять под крипами, драться. Это понятно. Так, куплю за 1050 барьер. Наверное. Хотя, вот не знаю, может все-таки... Не, ну, кстати, можно купить барьер на этот, на магию сразу. Как вариант. Ну, ладно, я хотел сыграть. Смотрите, у меня есть два билда. Вот билд, который я сейчас на всех героев тестирую. Сейчас барьеры. Я вот по нему сейчас играю. А есть билд другой. Я сейчас играю именно по новому билду для себя. Через барьеры. А так, я бы взял по базе. Это божественный барьер. Он довольно хорошо апает. Мне возможно стоять линию. Он очень сильно на лайне. Так. Спирит барьер взял. Так, спелл я поставил. Кипу будет сейчас неприятно. Выкинуть турельку. И давай бахаться. Она сейчас будет очень много тканического урона лутать. За счет моей турельки. Турелька хорошо прям наваливает. Ой, кстати, там же этот... Вселяется. Второй спелл длительность. За счет магии. И турелька тоже апается за счет магии, кстати. Оп, суроки добили. Чтобы он деньги у меня не украл. Не заданал ничего тут. Ух ты ж. На тебе с турелькой развлекайся. Мальчик. Развлекайся с турелькой, развлекайся. Он хочет мне турель сломать. За турель тоже дают деньги, поэтому ее надо донайть. Так, хорошо. Ломаем все, что тут есть. Вообще, надо барьер покупать за 1050. Тот, который активный. Потому что он слишком много импакта вносит, на самом деле, на линии. У меня герой очень сильный из-за хила своего. Наверное, его все-таки куплю. Конечно, прикольно то, что... Я тут лутаю кучу этого барьера с магией, но хз. Так, он мне турельку хочет сломать, да? Не так быстро, мальчишка. Ух ты ж, сломал, кстати. Ну, я заданаю. Что он там ломает? Так, сейчас я пусто пока. Так, с третьего спейла я не качаю. Я качаю фул второй спейл. Мне второй спейл больше нравится. Барьеры, наверное, выйдут чуть позже. Точнее, сначала барьер куплю другой. Который я обычно покупаю. Надо было его сразу покупать. Я сейчас сомневался. Он очень сильно по этому линию. Этот божественный барьер, который активный. Раз в 30 секунд времени. Я его тыкаю, просто бегу во врага. Враг ничего не может сделать. С этим барьером. Обычно после него покупал обратку. Еще. Бежишь во врага, он тебе сносит урон в обратку сразу. И в барьеры. В общем, вы поняли. Смотрите, что делаем просто. Оп. И душу его просто. Просто душу. Он мне ничего не может сделать. Сейчас упадет. Видите, сколько урона ему снес? И у меня фулл барьер, если что. Он мне ничего не снял. Абсолютно. Так, ульту я не люблю апать. Хотя можно было апнуть сейчас ульту и забрать Типа, кстати, как вариант. Ну да ладно. Так, кстати, братва. Я ни на что не намекаю, но по-моему, ты наглеешь, не? Это не я наглею, братишка. Это ты наглеешь, если что. Ямато умирает, если что, здесь. Я скину турельку. Я обойдусь здесь. Турелька ее будет дамаж сейчас. Потихой. Ой, вот и все. Ну, кстати, не надо, да, не столько урона лутать, на самом деле. Ну ладно. Кстати, я тут могу умереть сейчас. Если я вот так продолжу играть. Надо посилиться немножко. Будет у меня кто-то идти гангать? Хороший вопрос. Так, куплю барьер. Дальше. Так, апнуть надо второй спел именно. Турелька ставил. Она там всех киляет дальше. Барьер купил. Надо вуаль купить. После двух барьеров покупается вуаль. Для того, чтобы эти барьеры всегда поддерживать на фуле. Хоп-хоп-хоп. Обычно я выходил в лайфстилы. То есть это герои Каура. Это Акти Прелодер. Это Булет Лайфстил. Но сейчас я покупаю через барьера. То есть есть два билда. Есть барьеры. Вот два барьера вот этих вот. Устанавливаю. Плюс вуаль. Билд, по которому я играл. Это у нас вампирик билд. То есть, как я уже сказал, будет Лайфстил. Булевая краса здоровья. Героя Каура за 3000 рублей. Прожимная кнопка. Вот она, героист Каура. Кровопийца какой-нибудь. Гроза лечения. Точнее, отхил дополнительный. Кстати, что-то тип на меня докопался. Неприятно немножко. Но вообще он не такой сильный, на самом деле. У меня же обратка должна быть, не? А, подожди, где обратка? Я ее не купил? Еще. В общем, тип мне пока ничего не можно сделать. Хотя это вроде как Ямато. Сильный герой. Да? Смотрите. Оп. Нажимаем ульту, она убегает. Все. Мы ее просто давим на Саня. Вот эта шмотка, она слишком сильная. Божественный барьер. Плюс 520 хп. На секундочку. Неплохо так, да? Плюс 520. Дополнительный АМС, который я не люблю покупать на героя. Хотя без него мне тоже впадло как бы играть. Но это до момента, пока ко мне типы не поприходят. Так, что не так? Что не так, братишка? Рассказывай. Давят на линии? 5000 на творца. Вроде все хорошо. It's your friend? Не знаю. Так. Второй спой лапаем. За счет второго спала мы будем захиливаться. Кстати. А, ну да, обратку я не буду покупать, потому что я до вуали дойду. А не до обратки. Кстати, барьер можно было не отдавать, но пофигу. Как будто бы. Так, можно... Позабирать у него клипов. Так. Давайте подушить это все дело. Оп, все. А, я барьеры... А, я все барьеры отдал. Ё-моё. Так, пора сваливать. Пора сваливать, потому что барьер в КД. Барьеры я только что тоже отдавал. И вот сейчас я имею риск сдохнуть здесь. Надо вуали было сначала нафармить, потом уже так делать. Сейчас он просто может меня бежать, барьеров нет. Не знаю, где, кстати, сама Ямато. Может быть, она сама тоже вышла. Я пока увереннее сыграю, я пофармю. Я дождусь своих барьеров. Вот, Ямато фуловая. На линии стоит, кайфует. Все хорошо, у меня тут. Оп. Так, а. Ну, давай сюда встану. Пусть линию немножко подпушит в мою сторону. Сейчас барьеры восстановятся, как бы. Турель фулл встанчивать урон, кстати, может. Это такая вот микрофишка. Прилятался от лобов. И турелька все втанковывает. И урон не надо лутать никакой. Ой, я плохо турель поставил. Ну ладно, пофиг. Можно ставить стенку перед драгом. И динайить крипов. Всех фармить крипов, динайить ему. Танк. Это что такое? Что за луч красный? Крепы что ли? Жар то ли? Так, сейчас у меня будет вуаля. Это самая имбовая вещь на меня. На мой барьерный билд. И дальше мне уже будет пофиг абсолютно на все. Типа, меня не убить. Все, отлично. Все, забираем. Вуаля это вот эта штука. Серая, если что. Она разбросана по карте. Заходим, регеним фулл щитки. Все. За счет второго спалама мы можем захилиться спокойно на героя. Дальше, кстати, раз я играю через барьеры, то вообще можно выйти как и в магию, так и в физу. По желанию. Обычно я через магию не люблю играть. Дамагшу второй спелл. И потом уже выходить буду в турельку дальше. Можно, кстати, купить вам Перегурс как вариант. Так как он мне даст МС дополнительный. Что-то довольно-таки приятно на самом деле. Дополнительный МС. О, друга позвала, кстати. Как бы ни на что не навекаю, но пора сваливать, ребята. Вообще ни на что не навекаю. За счет барьеров я очень жирный на самом деле. Вот тут плохо. Конечно, я все сделал. Так, можно, кстати, потянуть время на самом-то деле. Я тут вряд ли выживу. И вот так вот просто побегать туда-сюда. Хорошо. Может быть, команда даже подойдет. Кто их знает. Будут нападать. Здорово. А что-то одна здесь, что ли? Ой, пора сваливать. Так, к вуале бежим. Бежим к вуале, ребят. Хорошо. Им уже надоело по ощущениям за мной бегать. Я дамажу кого-то, кстати. Валим. Валим подваль. Крутимся возле вуали. Это весь наш геймплей на самом деле. Так, барьерчик. Снова убегаем. Снова убегаем. К вуале. Ой, это плохо. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Блин. Там, короче, КД было небольшое. Но я сцянул очень много времени. Если бы у меня была обратка, то они бы умирали об обратку все это время. Ну вы поняли, короче, суть билда, да? Ну на мне два героя было, если что. Даже три героя. Ну я мать и надоело за мной бегать, если что. Или она даже там осталась. Насколько я жирный просто кусок. Если взять КДР и взять эту всю штуку. То есть я стянул на себя трех героев сейчас. Сколько импакта я внес. С обраткой они будут еще и умирать. А не только меня бить. Еще и умирать будут. А ты настолько наглая. А. Она улетела просто. Ну ладно. Окей. Допустим, улетела и улетела. То есть у меня пока не тот нетворс, чтобы драться с типами так сильно. Долго. Мне бы или обратку хотя бы заиметь на тот момент. Или турелик побольше насрать. Хотя, опять же, им бы токсичных пунь каких-нибудь. Мне бы второй спелл бы тоже дамаксить. Вот сейчас второй спелл дамаксанный. Мне уже плевать. С обраткой. Я уже могу хоть с двумя типами драться сразу же. Через вальд желательно, кстати, не пробегать так просто. Потому что КД вешается. Сейчас я уверен в том, что я могу спокойно забрать это. Но два героя мне ничего не сделают. Абсолютно ничего. Они мне не могут сделать сейчас два героя. Будут они мне мешать? Не будут. Мне вообще плевать. Я могу поражать обратку. Ну, типа. Я могу хилку просто родить под себя и дальше ломать. И тип ничего не может сделать. Сколько я уже урона отлетал, ребят? Читали? Так, ладно. Хилка закончилась. Проходим через вальд. Регеним барьер и обратно. Все? Я фуловый. Ой. Мышки бы разобраться. Вообще нельзя давать и... Надо токсичные пули купить. Я смотрю. Надо обязательно купить токсичные пули сюда. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не дошел, не дожил немножко. Тут четыре героя. Но четыре это перебор, сами понимаете. Четыре это прям с перебором. Я сказал два, ну три максимум, но не четыре. Каждый мне снес. Хеза мне снесла. Ультануло, если что, в меня. У меня чемодан не ультил, не? То есть, в этот момент что-то должна делать команда. Например, попрушить тоже т2. Нам как можно быстрее надо пушить т1, т2, чтобы открывать слоты. То есть т1 все спушены. Можно скрывать спокойно т2. Так, дальше что покупать, кстати? Хороший вопрос, что дальше купить. Обычно я выхожу в лайв стилы. Но сейчас можно, раз я играю не через лайв стилы, можно собраться... А, кстати, мне же спушили. Забыл закупиться. Ну ладно, фикс мне уже. Не буду ради этого лететь обратно. Вампирик бурс хорошая вещь. Это же даст мне был спид, которого у меня нету. Если что, в этом билде. Я играю без сапога, без стамины. Я довольно долго бегаю. Так как на мне барьер, у меня дополнительный урон. От физы сейчас имеется и от магии. С двух барьеров. Турельки. Добавочный заряд за 500. Довольно приятно покупать тоже. Так, все, мы допушиваем. Да, у меня числота 0,2. Но на мне 2,3,4 героя обычно было. Можно пушить дальше. Как вариант. Говорите ли, Ахезу? Она мне еще не сезла, если что даже. Я даже не одну кнопку не нажал. Я просто автоатаку в нее нажал. Ну, она сейчас звать друзей будет, скорее всего. Мне с пуш т3, на самом деле, особо ничего не даст. Но вообще, довольно приятно на зиплайне будет. Вязкус. А если тут рядом, где-то этот, что-нибудь полезное. Вуали бежим обязательно. Вуали бежим обязательно. Я прошел сквозь вуаль здесь. На мне, кстати, 2 героя или 3? Пока 2. Ну, я тут умираю уже. Даже за звук героев. У меня 4300 нетворс. У меня, по сути, 8к нетворса. А у них по 13. Потому что у меня 5к на руках сейчас. Можно закупиться, как вариант. Добавить заряд, плюс турелька будет. Длижняя дистанция, разрывная оборона. Вот эту шнягу можно купить. Можно замедление взять, чтобы враги не могли убегать от меня. И вот это вот все вместе уже даст мне довольно много. Так, у меня есть еще возможность что-то закупить. Можно чудовищные патроны взять. Чтобы мне было проще что-то ломать. Ну, пофиг, давай чудовищные патроны. Но они мне против героев никак не помогут. На самом деле, хорошая вещь. Добавивший заряд нам дает плюс одну турельку. Турельки довольно, ну, приятно надамаживают по героям. Если их никто не кликает. В этом и суть магического билда, как бы. Но у меня пока я бил через барьеры и через физу больше. Я буду такое делать. Словен Хекса купил обязательно. Не забыть и про ворную поступь. У меня не замедляется с про ворной поступи. Благодаря не ему спид. Вот, когда вы стреляете, вы замедляетесь. Но, вот, сейчас увидите, ему спид повысится. 2,5. Если бы у меня ее не было, у меня был бы ему спид где-то 4. Штраф снижается при стрельбе. Еще ему спид при активке дает мне. Что довольно приятно. Так, ладно, линию запушил. Пошли Т2 пушить дальше. Хотя можно стягивать, конечно, себя врагов. Оп. Она умер. Умерет, кстати, если что. Здесь. Видите, что происходит вообще. Что враги делают. Оп. Она сейчас ультанет еще при дальше. Так, моя задача сейчас обязательно просто вокруг Вали бегать. Супер обязательно. Вокруг Вали, ребят, бегаем. У меня с магией убило. У меня фул физмарьер. Меня убили тупо с магией. Ямато фулл магическое, заметьте. И только она меня и дамажила. Если что. То есть 19 тысяч нетворца у нее. Я не знаю почему. Откуда она это все выформила. Растущие воздействия. Кстати, у нас защита от спиритизма, если что, есть. Так, чисто к слову. Так, с... Фармим на Мемперикбурс, наверное. У нас никакого лайфстила нету. Без лайфстила играть не прикольно. У нас большая пачка идет к нам. Надо бы забрать ее. Блин, физмарьер получается бесполезен сейчас. Хорошо. Так, с... Турелька. Кстати, у нее есть спирит лайфстил или нет? У нее есть спирит лайфстил. Довольно неплохо против нее зашли токсичные пули. Она сама брала их? Она грозуцелитель еще такого не брала, кстати. Здорово. А вот тут, кстати, в соло я могу и забрать. Хоп-хоп. Хилку поставим. Нет, надо... Не, ну в соло я мог бы забрать, но... Два героя, сори. Сори, но нет. Валим отсюда. Начинаем кружить снова здесь где-нибудь. А, на три героя. Окей. Слишком много магического урона. Как будто бы вместо барьера вот этого хочется взять. Блин, мне вообще физурон вносят, нет? Так много урона, это капец. Магического именно. Ладно, давайте забудем про эту линию правую. Пойдем в следующую линию. Пойдем налево, например. А, там урну вообще несут. Кстати. Там, кстати, несут урну. Так. Магия, магия. Так впадло брать, конечно, шмотку на этот. Так, вообще мне нужны токсичные пули. Возьмем ее вместо чудовищных патрон. Там тип на Ямато очень сильно хилится. И против него было бы неплохо купить ее. В этой игре. Плюс неплохо было бы купить магическую защиту. Потому что Ямато слишком сильно давит. Слишком много душит меня. Токсичные пули и против Ямато хорошо, и против Вязкуса довольно неплохо зайдет. Вязкус подхиливает как-никак. Против любого вампинизма. Кстати, в чем плюс еще билдап через барьеры? В том, что он не Контиса. Это что такое? Что-то ему прям неприятно было сейчас. Он меня барьер снес. Я тут посилилась просто возле вуали. Ямато умерла. Просто посилился возле вуали и пойдем дальше. За типами. Убегает. Боится нас. Бойцы уважают, видите? Замедлить его нафиг. Чтобы он не убегал. В кубик. Это ошибка, кстати, кубик. А вот это может попробовать убежать. Нет, не получится. Команда подошла в кои-то веке. Нас три героя. Ладно, тут вся команда. Окей. И можно врагов давить. Меня убить не могут. У меня барьеры, у меня всякая фигня. Вот тут тоже не забываем вуаль Ребениса. Барьеры, если вам не сносят до конца, они через 20 секунд сами восстанавливаются. Когда у вас фул барьера, лучше через вуаль не проходить. Потому что всегда быть готовым к файту. Надо быть. У меня есть путь к отступлению. Вон туда вот, через вуаль. Так что я могу, в принципе, здесь попушить сейчас. Чубы нет. Я уже не боюсь ее особо. Этого героя. У нее с токсичных пуль просто уносится миллион урона по ней, если что. Оп, турельку. Захилки, турельки. Кстати, надо к вуале подойти. Захиливаемся обязательно здесь. Сидим здесь, чилим. Хилимся. Ага. Он мне, скорее всего, сейчас выслит чего-нибудь неприятного. Угу. Так. Вот, в Ямато это тот герой, которым я сдал, будет больше всего. На мне три героя. Понятное дело, что тут умираю. Но урон весь магический. Как бы ни на что не намекаю, парня, но... Специстический армор нас не засейвит особо. Но он поможет жить все равно лучше. Как бы я на себе трех героев держал. Рен Дейл и Рассик, когда Варкрафт. Я уже побеседовал на эту тему с человеком. Вон там в чате, если видишь. Он слился. Я ему задал вопрос, в чем смысл Варкрафта. Вот почему надо играть именно Варкрафт. Он ничего не ответил. Просто ушел с диалога. Сможешь назвать причину играть в Вов? Кроме гринда и фарма. Как интересы, как игры и прочего. Так, продолжаем. Купил спирит армор по ситуации. Ситуация вынуждает покупать спирит армор. Слишком много магического урона. Токсичные пули против врагов довольно неплохо, которые ластилятся. У нас ластила нет. У нас второй спелл только нас хилит. Напоминаю. Так, вот что за файт вообще без меня, а парни? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я не боюсь, кстати, ее. А вот это боюсь, кстати. Тут довольно недалеко Валя есть под нами. Так что можно всегда зарегиниться, если будет все плохо. Помогли спокойно. Видите, когда команда файтится, я довольно сильный. Потому что меня уже не убивает в соло. Так, барреры закончились уже давно. Надо зарегинить. Вот Валь тут. На каждой линии есть Валь. Вот тут Валь, там Валь. Очень много Валей. Путь отхода у меня еще. Вот сюда вот будет сейчас. А, Т-2 все спушены. Молодцы. Так, есть чемодан? Нету. Вот тут рядом Валь еще есть. Так, тип. Типа подзамедлить. Так, фантомку сыграем. Ой-ой-ой-ой. Кстати, надо к Вале подойти. Вот сюда придем. Сейчас похилимся здесь обязательно. В Вале регенимся. В чемодана сыграем. Он по нам не один играет, единственный минус. А, у нас еще ульту зарядила фантомка. Ну, это такое. При героя. Ого. Урон от пуль. 4 500 урона, кстати. Вот это дэмэдж, по-моему, он не считается в барьерах, кстати. Или считается. Точно не помню. Ну, мы впитали супер много дэмэджа. В этот раз, кстати, уже от пуль. Что, берем пулевую броню тоже. Делаем, ребята. Дэмэджа, конечно, маловато. Хочется лампирик бур, чтобы я захиливался еще, пока стреляю. То есть это тоже, так называемый, захилл будет сейв. Вместо божественной барьеры, наверное, возьму. Что замедление нам нужно, обратка нам нужна. Она хорошо работает против ребяток. Так, взять КДРы, наверное, можно. Еще бы и нет. Длительность способностей против второго СПЛА не... Ну, на второй СПЛ неплохо подойдет. Чуть-ка захилиться. И для турелек. Но турельки... Они и так долго длятся. Так что пофигу. Так, отпушим линию фиолетовую. И пойдем к команде. Можно, конечно, оставлять сюда... Опа! Это что такое? Убегать сейчас будет. Ну или в меня побежит просто. И умрет об обратку. Она об обратку, если что, сдохла. Я нажал обратку, плюс барьера, она сдохла об нее чисто. У нее есть л-пули, будет лайфстил тоже, но... Токсичные пули особо не порегенишься. По факту. Так, на базе тоже не забываем регениться. Вот, вуаль, когда вы дефаете базу, если что. Об нее тоже заходим. В билде через вуали, главное помнить, где у вас вуаль есть. Через барьер. Так сказать, так. Это я оставил. Нам линию, блин, подпушивают там. Короче, турели ставили, пошли желтую дефать теперь. Так, я куплю вампирик бурст. Я уже докоплю до него. У нас вся команда успела сдохнуть. Бабка уже пошла дефать, ну ладно. За дефом месте. Обычно я покупал рикошеты, токсичные пули, тесла-пули, куча вампирика и жил. На этом. Но билд плох тем, что... Вас могут просто через грозу солителей и через токсичные пули забрать спокойно. И вы уже не будете так сильно хилиться. А скорее дамажиться будете от своего захила же. Так что, поэтому я попробовал через лейфстилы не играть, а сыграть через барьеры. И смотрю пока, что мне нравится эта игра. Кровотечение, когда вы настакиваете, тоже довольно приятно дамажит. Вот видите, дефос там есть какой-то. Правда, по-моему, по крипам он не работает. Но это не важно. Потому что там какой-то ноль написан был только что. Так, мне нужно 100 рублей. 150. Очень нужно 150 рублей. И получим мы вампирик бурст. Блин, неужели криповки нужно убивать? Нет, не придется. Так, стенку дамагшиваем. Ультой я не люблю пользоваться. Ульта вещь сомнительная. Если вы только через ульту играете, да. Есть билды через ульту. Так, а, барьер же можно было выбросить точно. Барьером не хочу пользоваться вот этим. Вампирик бурст взял. Все, отлично. Так, аж за что файт у пацанов? Не понял. Моментика. Так, вампирик бурст дает мувспид. И, естественно, 100% украш здоровья. Прожимаем либо для бурста по кому-то. Кого-то задамажить сильно. Либо чтобы захилиться. В основном, чтобы задамажить. КД какой, я уже забыл. 30 секунд. Но один раз за файт вы точно его нажмете. Если будут собраны КДРы, то может быть даже два раза за файт нажмем. Так, здесь я пропушил. Можно, в принципе, зафармить пачечку. Можно Мопирик бурст нажать, чтобы задамажить быстрее. Мопирик бурст повышает нашу скорострельность, что довольно приятно. Так что это довольно хорошо. Так, напоминаю, что нажатие ботинка нам дает безопас, но там мало. Его спид дополнительный, что тоже приятно. За пачку иншей где-то 700 рублей дают, по-моему. Что-то такое. Так, пачку впушили. Крипов зафармили. Сейчас как курьера дадим кучу денег. Вообще, когда у вас мешок, желательно не умирать. С этим мешком. Так что тоже аккуратно надо быть. Вот здесь вот можно пофармить неплохо. Кил-ассист мне дали. И что? Не совсем понял, что кил-ассист, но ладно. Так, пока здесь, рядом с Валей, регенимся. Забрали, пацаны, хорошо. Мид-босс, минус три героя можно. На самом деле, гоу. Хилюсь, я приду. Хил, вот потому что он без барьеров играет, поэтому и такая проблема у него. Так я тебе вторым сплом могу захилить. А, на. Дамажит меня. Мид-босс. Барьера у нас закончилась, поэтому у меня уменьшился урон немножко. Из-за этого. Так, второй спелл поставим, скоростность повысим, хилку подхилим. Сейчас еще больше скоростности будет за счет вампирик бурста. Хорошо. Все четвертая секунда, где-то на 0, 1, 0, 2 надо нажимать. По звуку. Сейчас. Поехали. Кьюшку большого удара накапливаем и оегу забираем. Бессмертие наше. Вот эта штука, мид-босс, дала нам баф. 50% возрождения. Быстрее будет. Так, вы должны быть всю команду? На самом деле, не лететь вперед. Вот тут вуаль рядом есть. Вон там вот. Так, что пока поделать, пока команда подходит? Команда вроде... Я думаю, пацаны подойдут к файту, как он начнется. Так что давайте делать игру уже. Оп. Я мог бы успеть стенку нажать. Ой. Офигеть. Офигеть. Нормально она меня продамажила, кстати. Уроном от пуль. Не успела стенку нажать. Ну ладно. Бывает. Возрождение все равно на 50% быстрее реализовали Егис. Фантом, конечно, очень сильный герой. Надо успеть сразу стенку поставить перед ней, когда она тебя ультует. В моем случае стенка именно. Либо какой-то сейв. Защиты от физы у меня нет, но в принципе можно купить. Уже не будет. Явно. От физы можно купить инорический магазин, на самом деле, еще. Тоже неплохая вещь. Кстати, вся команда сдохла. Уже все. Уже как бы все. Фантомка без ульты вообще ворвалась. Я просто ульту вжала. Как бы в файте у нее не было ульты. Но это и не помешало нашу команду перебить, видимо. Так, хорошо. Не ожидала, конечно, такого демэджа. Но окей. Бывает. Будут ли меня кто-то ловить? Нет, Фантомка не ловит. Есть ли у нее инвиз? Инвиза у нее нету, а зря. Хорошая вещь. Она меня за импирик бур забрала. Так, здесь пройти. Тут, кстати, вуаль есть. Коробки лутаем. По-моему, я, кстати, косарь рублей дал, не? Кстати, можно стойка взять от пулек. Учитывая, какой урон там я залетел. Там еще Хеза есть. Есть, конечно, еще вариант купить металл скин, но мне впадло выбрасывать что-либо из этих кнопок. Пока что. Пачку впушим. Самое главное купить шмотки просто нужные по моей сборочке, а дальше по ситуации. По ситуации нужно было куча армора. И мы его купили. Эту кучу армора. Я вижу, Ямато. Я вижу, Ямато. Можно, в принципе, и Т3 попушить. Никто нам этого дела не мешает. Можно типа разберись за то, что он делает сейчас. Оп. Так. Восстановить барьера. Ой-ой-ой. Файтик, файтик, барьера. И файтики. Надо бы отойти немножко отсюда, на самом-то деле. К вуалям ближе. Зарегениться надо. Файтиться желательно возле вуалей. Чтобы всегда могли зарегениться. Хорошо. Так. Токсичные пули на ТП висят. Отлично. Так. Зарегенить вуаль. Сейчас откадешиться. Видно там, где кнопки у меня. Откадешивать, сразу бежим, файтиться. Вуале у нас все есть. Можно вбегать в Сипа, спокойно. Ничего не бояться. Мы довольно огромные, жирные. Не уйдешь. Постаю у хилки. Она дает нам скоростредельность, напомню, хилка. Плюс подхиливает, тоже напомню, это дело. Так, у нас забрали магический барьер. Вот, денежку забираем. Пошли. Уже попроще, когда куча, помимо барьеров, есть еще эти, сапроты. Но проблема в том, что сапроты не работают на барьеры. В общем, проблемка небольшая. Так, по-моему, у меня проблемки могут быть сейчас. Ага, у Типа нет возможности выйти, поэтому он в шарико прыгнет. Уходим к барьеру, восстанавливаемся. Вот это плохо. Надо сваливать. Как будто не видно, есть ли тиммейт или нет вообще в экране. Тиммейтов в экране мало, на самом деле. Если нужен хил, говорите. Так, вуаль. Зарегенил зря, кстати, у меня и так вуаль была. Плово я поставил. Так, под хилку. Тут можно деньги позанавить у них. Макола, добрейшего. Это надо. Ты уже гадики решил начать запиливать. Гадик на Магинес. Ого. Так, а перегбурт купил? Ага, сейчас разультится, наверное, или уже? Уже разультился. Ближе к барьеру надо ползти, конечно. Так, выставили. Ага. Это он не уйдешь, кстати, не уйдешь. Нет, уходит, кстати. Ну ладно. Анлаки что, ушел? Так, покров, покров, покров. Мне бы барьером зарегениться сейчас. Барьерчик. Все, отлично. Плюс хп дополнительное. Ой, 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 кстати. Угу. Улетел парень. Ладно, захиливаемся здесь. Хилка довольно долго висит у нас. Можно, кстати, барьер восстановить тем временем. И вернуться к хилке. Хорошо захилились. Отлично. Так, у враги довольно много хилятся, как будто надо замедление купить, помимо этого. Купить замедление, чтобы они не убегали. Они довольно хорошо убегают, даже с учетом того, что у меня куплено. Итак. Купить замедление какое-то. Вот только какое. Какое замедление бы купить? Лаки-шоты можно купить. Единственное, что у меня вампирики нету. Либо ограничитель, кстати, и замедлять будет, и снижать всякую фигню. Возьмем место разрывной обороны, наверное. У нас немножко барьер, но пофигу. Ограничитель снизит урон врагов. И плюс замедлять их будет, потихой. А у нас как раз такой билдачок, который чисто впитывает, живет. Очень долго. Ну и дамажит, естественно. Помимо этого. Ограничитель дает нам ДПС. Урон от пули 25%. Удается, удается. Опа. Это не уйдет, кстати, так просто. Она так просто не уйдет отсюда. Мы ее очень сильно замедляем. Да, не дали уйти. Что говорите? Рошана? Так, ну, Стив, скорее всего, уйдет отсюда спокойно. О, тут ты запутался, мальчик. Сразу кинул замедление. Он тоже не уйдет отсюда. Так просто. Ну, опс. Блин. То, что он убегает, конечно. Это, конечно, курсу надо купить в него. Чтоб он так больше и дел. ГГ. Скорее всего, ГГ мне. Быстрее надо уходить к этой. У меня нету хилки. Ну, он зашел издалека. Плюс он курсу купил, я так понял, да? Да, курса есть. Мне тоже курса нужна. Он в крышу зашел, пока я файтился. Надо купить глушитель плюс курсу на него. Тогда он не сможет уходить в чемодан. С этой шляпой не будет. Фантомка без ульты. Все хорошо. У меня 40к нетворца. Фантомка 50. Я бы ее выиграл один на один. Спокойно. Но там курса залетела. На самом-то деле неприятно. Хотя у нее не только курса. У нее глушитель вроде бы. Или у кого глушитель. Или там две курсы вообще залетело по мне. У фантомки есть курса. Это нам запрещает использовать предметы и способности. В течение какого-то времени. Или секунды. В корове курсы у него больше еще нету. Но довольно много ДПС у него. Хорошо. Что я хотел? Мне надо курсу купить вместо замедления. Купим его, наверное. Ох, 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 ох. Ох. Абрамс, что творит, Абрамс? Удирать Абрамс. Так, у Фантомки нету инвиза, да? У Фантомки нету инвиза, поэтому она мне так просто не зайдет никак. Нужно нажать сразу, будет обратку. Я обратку нажал. Я в хилке стою. Я могу тоже захилиться, как и она. Если что. Она неправильно, кстати, играет немножко. Где она? Она вышла наверх. Она вышла. Ну, была бы курса, было бы попроще, конечно. Видите, у меня на сколько там на творство? 10к меньше, но я ее спокойно перебиваю. Она вышла. Надо к команде подойти. Помочь. Я бегу, но далеко. Не, не умри. Умер, да? Да, умер. Так, командочке помочь. Здорово, братцы. Как ты, дела? Так, тут есть это, курса. Ой, курса, как она называется? Вот барьер есть. Восстановление. Но к дауну, да, можно скидывать с нее эту фигню. Хилку я оставил, но я хилку уже просрал. Довольно неприятно. Так, с Вовчизваль снова пройдем. Зарегинем себе магию. У меня есть деньги, поэтому надо купить курсу. Если что, замедление сакается. Так что замедление, токсичные пули, всю эту шляпу можно покупать две. Так, надо курсу купить обязательно. Продать, 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 продать. Замедляющие чары продать где они? Курсу купить. Следующее, что я хочу купить, я уже забыл. Помимо курсу еще нам надо. Обратка довольно много урона. Ну, на сейвит, так сказать, неплохо. Так что ее выбрасывать пока не хочу. Т4 бы разрушить, это наш, кстати. А, так это можно в Т4 сразу пойти. Оп, разрушить быстренько. Сломать Т4. Ямато. Ломать тоже быстренько. Можно хилку сразу родить под себя. И дамажить типов. Под хилкой жить здесь. Так, где Т5. Запомните, башни не убегают, а враги убегать умеют. Вы не можете от Т4 ластелиться, но это уже Т5 идет. Вот это летающий, это Т5. А мне ИПТ-6 можно ластелиться. А все вышки можно ластелиться, кроме Т4. Которые я только что ломал. До этого. Вот эти два здания одинаковых. Это и считается Т4. Так, надо ли нам бэкать, вопрос. Хилку я высру сюда. Вообще, давайте просто в трон. Просто в трон. Пойдем, да и все. Скоро барьеры восстанавливаются. Кстати, можно барьеры восстанавливать об их трон, но это такое сомнительное занятие немножко. Дизарм прописали, прячемся. У врагов. Барьеры восстанавливаются, но по-моему, их что-то... А, да, у меня команда бросила. Понял. Ну, пытаемся тогда жить сколько можем и убираем. А шестерых героев. Надо в трон сразу бить. Слишком много по героям бил. Просто в трон и все. Команда просто отошла. Ну, окей. Не заметил за этим моментом. Так, что мне надо? У меня плюс латы есть. Что мне надо? У врагов есть и лайфстилы. А они убегать могут кнопочки. Я, кстати, не помню. Глушитель вроде тоже, да? Кровопийца, вытягивающий пуль. Из чего мне убивают? Пуль. Ластила у меня, считай, никакого нет. Можно купить кровопийцу, конечно. Кровопийца даст и спиц. И магию. И физу. И лайфстилы, как бы, довольно приятно. Можно взять грозу целителей. Кидать под себя турельку. Ого, хорош. Кидать под себя турельки. И с магического урона будет минус лайфстил, если у врагов. Кстати, да, лайфстилы у них много, на самом деле. Надо купить грозу целителей. Он стоит копейки. И тогда мне с магией что-то купить. Раз у меня с магией что-то есть. Спешная заряда, довольно неплохая вещь. Четыре турельки высирать под себя. Давайте возьмем. Неплохая штучка. Правда, я не чистую ради играю. У меня спирит лайфстила тоже никакого нет. Но это пофигу. На самом-то деле. Нет лайфстила и нет лайфстила. Фиг с ним. Так. Побежали во врагов. Абрамс один там? Ой, Ямато вижу, кстати. Здорово, парни. Здорово. Ау. Я тут тоже один, кстати, если что. А, пытаюсь выйти. О, кстати, дизарм. Неприятно. Можно их продамажить, чтобы они на очке селали. На очко. Нет, я все-таки здесь умираю. Да. Три героя. Я умер за Абрамса. Абрамс все равно умер, кстати. Самое интересное. Что-то мы по одному умираем. Нет, вы просто закинули игру. Мы по одному поумирали, зачем? Что ты делаешь? Я типа за Абрамс попрягся, а у вас что-то не было. А нахер ты за него упрягаешь, если он идет, идиот. Траться один с четырех... Согласен, пофиг уже. Я одного ЧВК бил, потом другие пришли. Одни пришли в лейте, да ну нафиг. Серьезно? Покатом ряд, покатом ряд, должен умереть. Умер. Два лодика держишь. Да, ладно. Хорош, хорош, хорош. Хорош, хорош. Ну, а блокчатки писать, чтобы людям не сговорить информацию. Как кликает бабка. Кстати, БКБ снимает эффекты с меня, кровотечение. Вот всю эту шляпу убирает с меня. Я могу спокойно властилиться, но у меня пока лайфстила нету. Как будто бы... Ну, можно взять лайфстилл вместо обратки. Уже. Обратка, конечно, имба. Просто без сметки, чувачок. Да купите хелбейн просто и все, почему на меня нет. Что, на английском пацаны играют? А. Мы можем сейчас подраться с ними. На зеленые хотите? Поехали. Так, ускориться. Я сильный, ребят. Поехали. Если вас бьют, бегите ко мне. Я захилю. Так. Ну, я тоже сильный. Надо линию толкать. Найф. Можно закончить. Я пошел зеленую толкать. Хорошо, я толкнули линию, потому что мы не можем снести. По зеленой я толкнул. По зеленой. По зеленой. Так. Хорошо. Ломаем. Я перегбурсу быстрее задамажить. Скоро слезы сапает вам перегбурс, напомню. И больше давать же будет у нас за счет этого. Так, мы в спид, чтобы я быстрее дошел. Сламываем крипов, скидываем вниз. Все, можно в трон. Хорошо. 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 Пурсой снимем. Так. За дефу с стенкой. Ух ты ж. Что-то как-то я тут один оказался. Вместе с Абрамсом. А вы где умерли? От кого? Я только сейчас заметил, что у меня команда сдохла. Я думаю, почему я умираю один? А теперь смотрю, оказывается, у меня команда в могиле. А как? Офигеть. И типа 0 инфы. Я ничего не слышал. Ладно. Если игра еще продолжится. А игра уже не продолжится. Это 4. Хотя ладно, они сейчас поддефают еще. Т5 только разлаживаться сейчас будет. Они что-то там поддефают. Что-то купить можно. Что такое супер полезное будет на самом деле. Можно купить рикошеты, сыграть на них. Рикошеты в такой ситуации довольно много делают. А, Т5. Уже ломаются. Гага. Ну ладно. Тут монетка. Как с командой повезет, не повезет. Тоже. Я впрягался за Абрамса. Как для гайда. Это не то, чтобы плохо или хорошо. Без разницы. Самое основное я показал. То есть. По поводу шмоток. Еще можно играть через рикошеты, как я сказал. Через токсичные пули. Через тесла пули. Через куча лайфстила. Но у билда есть проблема. То, что покупаются 2 шмотки за 3000 токсичные пули. И как бы билд все. Он не рабочий. А барьеры можно восстанавливать всегда. И то, как я жил. Это вы видели еще на линии. Против Ямато. Против тренингероев спокойно. Если бы я это использовал бы. Просто бы после Т1 пошел бы помогать типам на линиях. Надо бы найти сразу. То я бы не умирал там. По 200 раз. Я был бы с командой. Пока меня убьешь. Это капец. Сколько они времени его потратили. Команда бы что-то могла бы сделать. То есть тут ошибка. То, что я на карту мало смотрел. То, что происходит. Но это уже ладно. Мне как раз повезет. В принципе, думаю неплохо.